Здравствуйте! В эфире программа «Квадратные метры». В этом выпуске мы расскажем, как в Сахалинской области идет регулирование численности безнадзорных животных. Всем известно, что собак и кошек, оставшихся без хозяев, не усыпляют, а стерилизуют. И пока этим занимаются частные приюты. Но очень скоро в регионе построят еще муниципальные. Они будут отлавливать животных и стерилизовать. Таким образом, нагрузка начальников снизится на порядок. Смотрите прямо сейчас программу «Квадратные метры». Отловщики безнадзорных животных приехали на площадь Славы по заказу департамента городского хозяйства. Коммунальщики утверждают, что стайки собак выкапывают высаженные возле памятников цветы. Специалист по отлову Иван Андреев вооружен специальной трубкой, которая используется как духовое ружье. Удалось попасть с первого раза. Конечно, снотворное не подействовало сразу, поэтому животное успело убежать на несколько сотен метров. Хотя бывает, что собака засыпает буквально за несколько секунд. Все зависит от здоровья четвероногого. Спящую собаку поместили в специальный вольер. Здесь она попадет в руки врача-ветеринара. Животному дадут глистогонные лекарства и обработают средством от паразитов. Ветеринар Ольга Стаценко работает в приюте на добровольных началах. Каждый день она стерилизует поступающих к ней четвероногих друзей человека. Они проходят у нас карантин, получают дегельмитизацию, вакцинацию, обработку эктопаразитов. Потом стерилизуются, кастрируются, снимаются швы и выпускаются в среду естественное обитание. К каждому стерилизованному животному на ухо прикрепляется специальная бирка. Раньше это был желтый пластиковый круг. Сейчас от таких чипов решили отказаться. Зачастую от них у собак начиналось нагноение, и зоозащитникам приходилось снимать клипсу и ставить новую. Там игла идет посередине, и вокруг идет такой желтый круг пластиковый. И под этим кругом начинает все плеть. Поэтому мы сделали вывод, что нам красненькие вот эти будут намного лучше. Ну и в принципе практика показывает, что да, действительно лучше. Красненькие, они намного легче и доставляют меньше, ну скажем так, болевых ощущений животному, когда оно заживает. То есть ставится оно под наркозом, животное все равно этого не чувствует. А когда заживает, то есть дискомфорт меньше и меньше влияет на ушной хрящ. То есть ухо не падает, не виснет. То есть оно практически невесомое. Смертельных случаев из-за стерилизации в практике Ольги Стасенко не было. Причем операции по кастрации кобелей проходят быстрее и проще, чем стерилизация. Но в любом случае врач сначала дает животному наркоз. Разрезается только мошонка. Достается семяник, перевязывается семенной канатик и кровеносный сосуд. Между собой чаще всего это биологический узел, просто между собой без ниток. Чтобы не было аллергической реакции на шовный материал, не было отторжения, то есть не было загнивания. Все это присыпается трицелином, ну или любым другим антибиотиком. Обрабатывается зеленкой, йодом, антисептиком любым. И все. А у сук это полостная операция. То есть это разрезается кожа, передняя брюшная стенка. Достается полностью матка с яичниками. Это все вырезается и потом это все, соответственно, сшивается. То есть это намного дольше, сложнее. И реабилитация у сук это 7-10 дней до снятия швов. Кобель, в принципе, может на третий-четвертый день идти свободно гулять. В приюте также есть свой кинолог. Дмитрий Красионов работает здесь в качестве волонтера. Рассказывает, что при встрече с агрессивными собаками главное не убегать и не делать резких движений. Неподвижного человека животное не укусит. Стоять, ждать. Ждать, когда придет кто-то, уберет собаку, если вам страшно. То есть все, ничего не делать. Можно с ней тонким, ну не тонким, а ровным голосом с ней разговаривать, пытаться успокоить ее как-то. Но ничего ты с ней не делаешь. Если ты ее начнешь отгонять, как-то на нее фыркать, она на тебя еще сильнее будет делать. Приют благотворительного фонда «Помощь животным Сахалин» постепенно расширяется. Директор фонда Ксения Завадская рассказывает, что благодаря помощи от островного правительства удается спасти и вылечить десятки четвероногих. В ближайшее время планируется начать оказывать услуги частным лицам по стерилизации их домашних питомцев. В этом году благодаря субсидии и собственным средствам мы завезли хирургию, что улучшило колоссальное качество ветеринарное для лечения и стерилизации безнадзорных животных. Мы увеличили объем контрактов в этом году по отлову. Теперь мы официально говорим, что мы монополисты по югу. Весь юг полностью с нами. Это начинает Южно-Сахалинская, заканчивая Невельском. В сторону Корсакова также. Контракты в этом году достаточно хорошо. Мы почти все закрыли раньше времени. Опять же, что не может не радовать. В связи с расширением было закуплено большое количество вольеров. Многое удается сделать и по благоустройству приюта. Еще недавно здесь было болото. Сейчас достраивается ограждение с фасада. После чего со стороны леса поставят сетку-рабицу. Отцепана большая часть территории. В перспективе очень много планов. Планируем в этом году заложить. Но пока фундамента, возможно, и стены поднять. Мы планируем открыть свою клинику. Планируем завершить до конца забор. Планируем закупить еще немного вольеров. У нас в этом году территория, как мы и планировали по Санкт-Пен-Нормам, распределилась на три части. Это приют, зона пункта передержки, свойственно карантинная. И промышленная зона, где, собственно говоря, рабочая техника, люди работают. Где происходит самый пик работы. В ближайшее время на Сахалине и Курилах начнется строительство новых приютов. Они будут возводиться полностью за государственный счет и стоять на балансе муниципальных властей. Где будут строить муниципальные приюты для безнадзорных животных? Строительство будет осуществляться в восьми муниципальных образованиях. Это Южно-Сахалинск, Смирных, Курильск, Южно-Курильск, Северо-Курильск, Корсаков, Аха и Холмск. Чуть позже приют появится и в Паранайске. Когда будет закончено строительство? Все работы должны завершиться в 2023 году. В Сахалинской области принимаются все меры поддержки некоммерческих организаций, которые оказывают помощь безнадзорным животным. На 2021 год правительством Сахалинской области было заложено порядка 179 миллионов рублей для создания этих государственных приютов. приблизительно в районе 60 миллионов рублей – это сумма, которая выделена на работу по осуществлению деятельности, то есть по отлову животных и содержанию этих приютов. А также оставшаяся сумма – это порядка 116 миллионов рублей – была выделена на проектирование приютов, которые будут строиться в восьми муниципалитетах и одновременно содержать порядка 5300 особей. В случае нападения собак на человека можно обратиться в органы местной власти. Отловщики обязаны принять меры. Любой житель Сахалинской области может обратиться в муниципалитет либо по связям интернета, либо по телефонии и обратиться с целью заявления в случае опасности нападения каких-либо животных или обнаружения стай бродящих собак. В этом случае муниципалитет должен безоговорочно принять действия по отлову этих животных, сообщить эту информацию в соответствующую организацию по отлову безнадзорных животных и провести их отлов с дальнейшей стерилизацией и чипированием. Сейчас в приюте у Ксении Завадской содержится около 500 собак. Некоторые счастливчики находят семью. Этого пса привезли с Корсаковской трассы. Животное попало под машину и сюда его доставили с перебитыми лапами. После операций лорда удалось спасти и даже научить ходить. Он только-только научился более-менее ходить. И то, собственно, много было атрофировано. Долго с ним занимались. Собака не доверяет совершенно людям, что доставляет еще большое количество сложностей и в лечении, и в занятиях. Но вот неделю назад он наконец-то уже переехал с послеоперационной зоны, в которой прожил год, в общий вольер. И мы планируем дальше реабилитацию. И я думаю, что в дальнейшем у нас все-таки получится до конца его поставить на ноги. Сегодня он уже, по крайней мере, не огрызается. Знает уже тех, кто с ним периодично занимается. Корм тоже виляет постом. И я думаю, что мы на том пути, что когда-нибудь мы всех порадуем. Скажем, эй, эй, мы гуляем на поводке или мы нашли дом. Что касается собаки, привезенной с площади Славы, то долго она в приюте не просидит. Животное не агрессивное. Поэтому после окончания медицинских процедур его выпустят на волю. Только уже в другом месте. В заключение хочется добавить. Несмотря на все меры, количество безнадзорных животных на Сахалине увеличивается. Нерадивые хозяева выбрасывают своих питомцев на улицу, даже не простерилизовав животное. На воле они дают по нескольку приплодов. В результате работы приютом только прибавляется. На этом наша съемочная группа прощается с вами. Вы смотрели программу «Квадратные метры». До встречи через месяц. С вами был Евгений Коньков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok